Коллеги, добрый день. Добрый день. Есть, да, звук? Видите, как вот есть программа, посмотрите, не сговариваясь, мосты или преграды, соперник или помощник, доклады. Я представляю библиотеку Ушинского российского отельного образования. А тут... Я тогда загоражу. Ладно, пока там открывается. Значит, ну, находясь в центре книги и типографики, да, было бы, наверное, странно, и говоря об образовании, не поговорить о библиотеках. Два доклада, я так понимаю. А вспомните, когда вы последний раз были в библиотеке? Или ваши дети? И что вы там делали? Нам в конце вот это вот как бы знание пригодится, да? Вот, я как готовился к докладу, я... Так, вспомнил одну историю в детстве. Мне в библиотеке книжка попалась. Помните, наверное, «Мореплавание, солнышко». Там «Капитан плавал и знаю», они там что-то по Антарктиде. Ну, веселая такая книжка, пиключенская, хорошая. Я ее прочитал два раза подряд, не останавливались. Но пришел в библиотеку, в библиотеку говорю, хочу такую же, вот, ну, чтобы было. Он мне дает книгу, говорит, это продолжение. Бери это продолжение книжки. Да, это был тот же автор, это был там некий Коржиков. Книга «Кока динозавра», название замечательное. Ну, там какие-то пионеры, нуазики, значит, ездили по пустыне в Монголии. Ну, что-то такое вот, ну, настолько скучное было. И такое, сильно советское. Я книжку не дочитал, пошел, сдал в библиотеку. Больше я к тому библиотеку, конечно, не приходил. Вот. И, соответственно, сейчас я готовюсь, думаю, а вот сейчас я попал бы в такую историю, имея под рукой нейросети, интернет и так далее. Вот, собственно, об этом немножко и хотелось поговорить. Вообще, если мы спросим библиотекарей, зачем нужны библиотекари, у них ответов масса. И они четко понятны. Культурное наследие, чтение, запах книгер, шуршание страниц и так далее. Да простят мне библиотекарей, которые сейчас смотрят меня в онлайне. Вот. Вот это вот, как бы, за, это прям взято из модельного стандарта публичной библиотеки, вообще доступной, по которым сейчас новые библиотеки создают, в том числе в Питере. Красивые, новые, но почему-то народ все равно не ходит, даже в красивые и новые. А если посмотреть на библиотеку как пользователя, вот я тоже отец, у меня тоже дети, да, я не могу туда попасть, потому что библиотеки работают, а даже когда работаю я, ну, мне это неудобно. Я прихожу в библиотеку, говорю, а мне вот электронные книжки, литерат, что-то еще, говорят, а у нас нету, ну, хорошо, а у меня есть. Да, то есть, а зачем мне, как пользователю библиотеку, в принципе, нужна? И, соответственно, и стоят вопросы, а вот в век искусственного интеллекта, интернета и прочее, да, вот, вот где оно? Или оно, может быть, вообще надо эту сущность убрать и заменить ее чем-то другим? Ну, опять же, культурную составляющую, да, библиотека как хранилище, библиотека как, ну, мне кажется, такой мемориальной функции, понятно, что она останется. Но надо ли иметь ее там в каждом населенном пункте, в каждом городе, десятки и прочее? Ну, вот несколько кейсов, как сейчас уже искусственный интеллект в библиотеках применяется. Это библиотека «Конгресс-США», они оцифровали там 16 миллионов старых газет и при помощи искусственного интеллекта разметили заголовки, картинки, фотографии, значит, текст, комиксы, рекламу и так далее. Все это дело там каталогизировали, и теперь пользователь не просто идет и номер газеты берет, а он может сделать все комиксы там за такой-то год. Удобно, здорово, наверное, для каких-то там целей. Второй пример нашего Яндекса, который оцифровал, значит, большое количество рукописных архивов, телевизорские сказки и прочее, да, и совершенно спокойно сейчас можно по этим вот, вот, по этим сложным словам делать поиск совершенно замечательно. И один из последних примеров, мне очень понравился, я вот его специально сюда, национальная библиотека Испания, а там все цифрует, цифрует, и у них было, ну, там, 1300 неатрибутированных пьес разных авторов, вот, исторических. Они засунули в искусственный интеллект, а проанализировал и сказал, что, а вот это, скорее всего, это Лопа до Вега. После этого эксперты прошли, посмотрели, да, действительно, а было неизвестно чья. Но это сложная история, это большие ресурсы, это, ну, действительно, сейчас подвластно только серьезным библиотекам. Давайте, что вот здесь сейчас у нас происходит. Вот не так давно была конференция в Union Run, посвященную научно-библиотечной деятельности, и там две студентки, они сделали доклад. Доклад шикарный, вот есть ссылка, потом, если хотите, пойдете, посмотрите. Они взяли традиционные направления библиотечной деятельности, которые библиотеки должны делать бесплатно, и они одни и те же задания задали чату DGPT, 3,5, и написали запросы письменные в реальной библиотеке, в РГБ, в РНБ, в молодежку и так далее. И вот практически во всех случаях чат DGPT справился лучше. Да, там были сложности, они говорят, мы как бы, вот, ну, чат DGPT не знает наш ГОСТ библиографический, они говорят, мы его поучили, мы 8 часов его учили, да, то есть через 8 часов он стал замечательно все это делать лучше любого библиографа, ну, не хуже. И здесь даже интересно не вот это все, что чат DGPT действует местами лучше оказался, а реакция библиотечного сообщества, который девочек послушала и сказала, так, вы правила на сайте библиотеки читали, но сначала было правило почитать, потом правильно запрос сформулировать, а потом уже обращаться. То есть, как бы, да, и, а нужны ли такие библиотеки вот в такой во всей истории? Ну ладно, я как пользователь, бог с ним. Я к тому же Солнышкин, я спрашиваю чата DGPT, что там про Солнышкина? Чат DGPT мне четко говорит, не знают, нет мне такой информации. Я спрашиваю перплексности, это мой такой фаворит, последние несколько месяцев, тот мне дает краткую, значит, аннотацию и внизу есть ссылочки, откуда он все это дело взял. Кстати, это 3,5, а вот третий вас спрашивал, тот мне начал галлюцинировать по поводу Солнышкина, что это великий русский мореплаватель 19 века и так далее. Давайте посложнее, значит, в какой книге мальчик с негром Джимом путешествует на реке по плоту? Ну, слово негер не испугало Чат DGPT, но он тоже начал же путься в показаниях, говорит, это Том Сойер, но хотя в Геккель-Берифине тоже что-то подобное было, ну, перепутал. Перплексности четко, мальчик с негром Джимом путешествует в книге, причине Геккель-Берифина. Взял запрос из телепрограммы «Своя игра». На своем острове этот герой провоклосил свободу и расповедание, в его владениях мирно уживались протестант, язычник и католик, назови его имя. Кто не глядя и не гугля, назовет имя. Да, ну, Чат DGPT, все, он загаллюцинировал, все, там какой-то бред понес, дича абсолютно. Перплексности, говорит, да, это Робинзон Круза, и вот ссылки на вот эту еще историю. Это один из примеров, как можно использовать и ребенку, и взрослому для каких-то своих познавательных задач Чат DGPT. На самом деле, вот я достаточно давно играюсь, ну, с декабря, и вот, ну, так для себя такой, как бы, рейтинг, да, что можно делать, что нельзя в работе с информацией. Ну, тут многие уже, как бы, вещи поменялись, да, генерировать тексты, там, объяснять, подражать разным стилям. Очень интересно, я просил объяснить теорию струн для ребенка, там, 10-12 лет. Чат DGPT старался, вот он, а представь, дружок, что вот как-то, да, ну, я все равно не помонтирую струну, я гуманитарий. Но, да, вот попытаться такие вещи сделать. Понятно, что Чат DGPT, конечно, не генерирует знания, и вот все, о чем мы сегодня говорим, вот, ну, мне кажется, неправильно, какие-то антропоморфные признаки, ну, как минимум сейчас, присылают Чат DGPT, что он будет там думать, совесть у него есть, нету, будет он там обманывать или как-то. Ну, и вот, что по большому счету сейчас происходит, таких три ключевых момента, я для себя очень важных выделил, опять, меняются паттерны поиска информации. Мой четырехлетний ребенок, он подходит ко мне, говорит, папа, а давай спросим у Алисы, сколько языков в мире существует. Вот примерно. Все, ну, вот он так теперь ищет информацию. А там, мой ребенок 12 лет, она любит там заниматься выпечкой, а потом еще требует того, что он делает. Уровень информационного шума. Вот сегодня говорили, и Татьяна Арнольдова, ну, да, вопрос. Если здесь еще более-менее понятно, да, там GitHub ведь загрузили, Википедию, какие-то энциклопедии, что-то еще. Но за это время при помощи чата DGPT и прочих нагенерировали кучу ничего. дмитрий посмотрите пожалуйста у вас не не кончается ли заряд на спасибо то есть вот это как бы страшно что у нас будет дальше с точки зрения этого информационного шума и как во всем этом разбираться поэтому я целиком и полностью поддерживать то есть о том что ну вот и для моих детей думаю что для молодежи одного критического мышления это сейчас вообще один из основных навыков которому должны у них развивать ну и по-другому принимаемое решение начиная от покупки там на валбери заканчивая яндекс такси который нам говорит как нас удобнее вести если кто-то там подправит яндекс такси алгоритм у нас повезут совершенно по другому а мы об этом не узнаем так как если пропадет google как мы об этом узнаем у нас негде будет загуглить поэтому коллеги вот в традициях сегодняшней конференции я собственно вынес три вопроса которые вот я не хочу чтобы вы не знали вопрос хочу чтобы вы я вас спрашивал мне поотвечали но по сути вопрос один собственно а вот во всей вот это вот во всем этом будущем библиотеки и библиотекарь они для чего нужны они что должны изменить у себя ничего должны научиться я буду очень благодарен если вы мне как-то вот поможете этом разобраться у меня есть свои опять же гипотезы вот по всему этому но я поскольку человек внутри включенный я не очень сам себе доверяю а вот к вам как даже может не к экспертом а как сторонним пользователям библиотека родителей педагогам ученым вот попробуйте над тем пора порассуждать спасибо попробуем константин костюк спасибо за выступление вот мне как раз ваша ход мысли сразу натолкнул на такую мысль и в нем не можно использовать потом библиотеки мы как-то вот посмотрели что такое чат же пяти и на этом зациклились да и даже дальше уже только там спорим хорош он плохо будет запрещать разрешать а на самом деле там уже выкатили их целую кучу таких сильно сильный и и вот никто об этом практически всерьез не рассуждает уже пошли куда-то в другую сторону направлении мысли а вот действительно если сравнить разные подходы разные вот эти вот направления и сделать библиотеку она же навигатор информационный как раз местом где можно прийти и вот тебе будет в одном направлении какой-то там чат и и вот другом направлении третьим и библиотека здесь тоже такой новый формат информационной навигации по такая лаборатория по работе с искусственным интеллектом для пользователей которые ничего не понимают агрегатор даже агрегатор вот разных на пащи вас другие вот пока вы там может что формулируете после предыдущих двух докладов у меня тоже идея да вот мета данные на электронный образовательный контент может быть библиотеки этим заняться библиотеками очень любят рассказывать о том какие не эксперты в информационных вот вообще всех этих потоках как они умеют каталогизировать и все может быть им доверить вот это вот педагоги делают контент методист разработают методику а библиотекари навешивают мета данные и на выходе мы убить готовый продукт который при помощи искусства интеллекта можно будет по-разному использовать вот у меня как как некая такая идея спасибо большое за ваш доклад я хочу сказать что библиотека это какое-то удивительное место счастья когда я писала кандидатскую в нашей публичке а там еще булочки со сливками продавали там метрополь рядом это вообще было волшебное место на на невском проспекте мне кажется что люди будут идти в библиотеку по принципу не надо идти кувшину если есть силы идти к источнику потому что есть науки как для которых по-прежнему тексты как таковые очень важны вот что делать остальным как не все оцифровано ну наверное вот уже новая библиотека у меня около дома когда и устроили на парке победа я думала вот теперь-то на невский ездить не надо вы знаете я ни разу не была в этой библиотеке живя через два дома ни разу я не пойду потому что время уже стало деньги и я возьму это через интерфейс поэтому этого ответа нет у меня идет другое удивляет когда вы говорили я вдруг задумалась а зачем вы спрашиваете чат gpt как поисковик есть поисковики гугла которые точно вам найдут точную информацию а это языковая модель это о том чтобы поболтать а даже строилась не как поисковик сейчас будут поисковики со встроенным этим бард там и так далее то есть они у меня есть но перпелексити это про как раз про это про это да ну вот потому что я бы не стала с ним говорить тут скорее его представила если метафору это даже не говорящий попугай стахастический а представьте себе оркестр из людей которые думают по-разному а вам охота узнать мнение не одного человека а сразу многих и они там в оркестре пошушухались и сказали вася ты отвечай вы снова а все таки а теперь петя отвечает спасибо ну давайте я отвечу на один вопрос и комментарий значит вот то что историки никуда без бумажных книг архивов не делается это понятно если мы говорим про детей а детям там что делать зачем дети должны пойти библиотеку что библиотеки должны сделать сделать чтобы пришли туда вот я я потом там хотел бы услышать мнение а по поводу что как с поисковиком я просто привел такие примеры у них много на самом деле здесь я что хотел показать что чад g5 который обычный там на модель до 2021 года немножко ограничена вот эти вот уже такие как бы ну типа перплексти они сразу они мне не просто дают ответ они сразу дают еще ссылки откуда взяты это ни одна не две не три то есть там сразу питок абсолютно свободно в россии там только только vpn по-моему ну и это и все ну как бы она она очень хорошо как поисковик но я ее тестировал например сделай мне структуру доклада пожалуйста последнее что я от нее попросил мне сейчас нужно сделать там социологическое исследование просили разработать инструментарий я сказал сделай мне рыбу а не сделай причем и чад g5 и приплекстики и примерно одинаково вот и теперь я ее возьму за основу и буду как-то уже с ней работать что я целиком это не отдам чаду g5 но это про детей все-таки вопрос остается открытый может быть там вот девушка она ближе к той целевой аудитории за которая переживаю а оксана спасибо большое я далека от библиотек но у меня была возможность поговорить с одним директором библиотеки штатовской который сказал я вот пообщался с вашими библиотекарями понял классе принципиальную разницу подходов в моих библиотеках библиотекарь про делает промо книги в российских библиотеках библиотека чувствует себя сохраняющим книги и от этого зависит очень многое в тех активностях которые библиотеках происходит мне кажется что если не проводить большую большое различие между онлайнов и и оффлайном не противопоставлять этого то библиотека это прекрасное место где мы можем встречаться с живыми людьми создающими какие-то тексты книги искусство и так далее то есть оффлайновое место где я могу пообщаться с людьми которые создают некой культурный культурный продукт и театр это другое музей это другое коворки центр это другое дом пионеров это другое мне кажется что вот это вот сосредоточение некое знание и вот то что говорил да про передачу культурного опыта библиотека при по моему прекрасное оффлайновое место имеющий доступ к онлайну тоже спасибо огромное за мнение это самом деле это мнение она в определенной части вот с библиотеком культур она превалирует и они делают вот такие форматы они получаются интересные и полезные но пойти если мы допустим говорим про школьную библиотеку которая 90 процентов времени заниматься выдачи учебников да да так а если мы берем вот такой концепт и мы только начинаем там делать встречи с интересными людьми это же тоже не библиотека уже да это место для встречи с интересными людьми по большому счету отличная оффлайновая история но которые по большому счету библиотекам но в традиционном таком понимании но не имеет отношения библиотека здесь будет рядом как удобное хорошее место где так дмитрий просил узнать мнение дам нового поколения уже передаю здравствуйте in мне кажется что в библиотеке не ходят потому что это довольно бесполезно зачем библиотека если есть флигуста с и пеном и там все бесплатно а вот библиотека мне кажется вполне возможно то есть если они вернутся к своему именно исконному исконному обличию то есть сохранение научных текстов сохранение как бы вот текстов которые больше нигде особенно не найти каких-то вот статей научных то есть вот и на я вас удивлю научные библиотеки занимаются ровно этим и туда ходят ровно те люди которым это интересно но эта капля в море ученых не так много что делать всем остальным закрываться я постараюсь быть кратким да есть пример учительница русского языка литературы и не надо было сдавать работу по курсу по уже к цегру сделает интерактивный буклетик для детей она сделала по басням басни крылова интерактивный буклет написано заглавие басни qr-код текст басни ты зачем сделала дальше мы с ней сели и стали размышлять и делать и в итоге получился там проект возьми басню с собой где крылов ссылка на его библиографические данные которые там можно перейти прочитать текст самой басни конечно же напечатан тушь текст надо читать дальше ссылка на исполнение по пановым этой басни дальше ссылка на советский мультик по этой басне дальше ссылка на там арвис сервис арвис у него там есть объект к этой басне там ворона лисица и ссылка на мастер-класс как самому нарисовать ворону лисицу вот этот буклет есть смысл забрать с собой отличный кейс да да мне кажется что вот может быть библиотека это про связывание текста с культурными с культурным контекстом спасибо коллеги ну и давайте последний михаил опять как многодетный отец выставку стараюсь кратко смысл такой смотрите да флипус все прекрасно но мы если мы живем в правовом обществе то извините всякие тексты они кому-то права на них принадлежат вообще-то книжкой пойти и купить это ни разу не дешево мои дети там почему-то не все но читают все но некоторые ходят в библиотеку да и берут там книги почитать настоящие бумажные книги я сам хожу библиотеку ну один раз пошел благодаря литресу оформил себе читательский бит и беру книги электронные в библиотеке это функция тоже получается так библиотека выступает на стыке как бы цифры и аналога да и в этом смысле библиотеки востребованы потому что но если человек хочет читать то но извините никакого бюджета не хватит они глотают книги только так если я я говорю о том что например есть современный живой слава богу автор сергей лукьяненко там кем-то любимый кем-то нет он пишет сейчас он зайти к насчет этих книжек живет я не имею права в моем понимании это все брать откуда-то без оплаты библиотека платит за эти государства миха смотри вы защищаете текущую ситуацию я хочу говорить про будущем а что через 10-15 лет ну мы как все оставить как есть и это все конечно нет вы вы действительно происходит никогда трансформация происходит становится к некоторым библиотеку с некоторым клубом там действительно происходит какие-то мероприятия они привлекают к себе им тоже как как-то хочется существовать библиотека популярной литературы в старом виде она конечно постепенно изменится или вынуждена будет уйти но как научные останутся потому что они востребованы именно как хранилище научных знаний и и текста думаю так спасибо а я вот вам свой опыт я не на литерат подписался я подписался на яндекс книги там и аудиокниги бумажные книги все в одном флаконе и детям и себе как бы и не библиотеку тени надо ну и и недорого 300 рублей вместе дим спасибо как многодетный отец я хотел бы продолжить спасибо или мне остаться еще я вот абсолютно поддерживаю тезис относительно культурного контекста и хотел вам пользуясь тем что у нас немножечко освободилось время маленькую историю рассказать правда не про библиотеки но про музеи которые тоже можно назвать хранилищами в каком смысле тем более у них есть запасники есть такое замечательный город владимир в городе владимире как вы знаете наверняка есть замечательное место старе одно из старейших балл старейшими место в нашей россии называется владимирский централ это пересыльная тюрьма в этой пересыльной тюрьме есть музей внутри туда раз в месяц организуют экскурсии это два зала но общей площадью примерно как наше с вами помещение и мне там довелось побывать в этом владимирском централе и между в музее ты когда входишь ты сдаешь документы снимаешь галстук развязываю шнурки попадаешь туда внутрь и в принципе понимаешь что кроме робы ну то есть у меня был пиджак да ну галстук кожи не было тебя ничто не отличает от тех кто там во дворе находится что у тебя тоже нет документов да у тебя тоже есть сопровождающий в общем вот я где побывал от музеи и там до меня наконец-то мы много делали мультимедисков там русским музеем с армитажем в свое время с музей музыкальных инструментов здесь вот рядышком тоже на находящемся и но там до меня дошла как раз вот эта мысль о которой вы сформулировали о связи культурного контекста представьте ну там в основном в этом музее артефакты какие-то там заточки что что было найдено при ремонте начали при чем-то еще стенд стенд посвященный разным известным личностям которые отбывали или пересылались там куда-то минус министр иностранных дел будущий в будущем израиля чаранский там ему целые как бы посвящена в том числе замечательный такой стенд посвященный михаилу фрунзе он попал туда за убийство городового со своим приятелем но он был несовершеннолетний поэтому его не растет ну не казнили короче грунтом некое время отсидел и вот про связь стенд фотография когда ночь будучи подростком это когда его повязали глубоко посаженные такие глаза такая лохматая шевелюра торчащий во все волосы во все стороны ночь мус вторая вторая фотография через год отсидки хорошо подстриженный молодой человек с приятными глазами такие чуть-чуть плаватые щечки но видно что и между этими двумя фотографиями рацион питания заключенного сколько фунтов мяса полагается сколько фунтов там гречки хлеба сметаны и прочее прочее и вот тут до меня дошло что все-таки тюрьма это исправительное учреждение дано они наказательные да по крайней мере я просто про маленькая ремарка про культурный контекст который вот вдруг понимается да в таких казалось бы непривычных обстоятельствах для иногда нормальных людей так да можно я буквально минуту еще тоже про музей коллеги просто дмитрий навел сам интерактивный музей который я видел зачитаю из вопрос отсюда и потом нас хорошо ответить и закончим вопрос такой из онлайна нам поступил систематизация материала в библиотеках и в интернете различаются какова достоверность информации в библиотеке и в интернете и и не рассматриваем ну смотрите библиотекаре скажешь только же самые достоверные информации в библиотеке они в интернете в интернете много мусора шума фейка все что угодно вот но мы с вами прекрасно помним что когда в пятьдесят третьем году берию арестовали и расстреляли во всех больших советских лапе них страницу с бери вырезали какую-то другую то вклеили поэтому вот по достоверность она примерно так понятно что в библиотеках информация она она более фильтруется и там контроль в том числе с точки зрения государства гораздо больше ответил я или нет с точки зрения как бы каталогизации но все что каталогизируется библиотеки есть определенные госты под это дело есть определенные правила библиотекарей знают умеет с ними работать для них там проблем особых нету правильно потому что верить никому нельзя мне можно коллеги ну спасибо музей но можно про музей самый интерактивный музей который своей жизни видел это он находится исторический музей в городе магадан и там есть зал посвященный собственно колыме и лагерям я был одно там например так мне больше наверно зал тоже всякие артефакты значит вышка прям натурально откуда привезли я был в этом зале один я полтора часа ходил значит по залу все это смотрел читал а за мной ходила следитель зала и вот просто вот я прохожу пять шагов и она за мной и там полы скрипели вот я полтора часа я пенсиво чувствуешь тут я коллеги про мази про музеи мы сделаем след отельную до конференции спасибо